Итоги уходящего четверга Кто получил новый портфель Мужественный поступок Сотрудник МЧС из Бобруйска спас женщину от насильника Какую награду получил герой Медальный улов Местные инвопловцы привезли 44 награды с чемпионата Беларуси Добились того, чтобы кубок Республики Беларусь впервые в истории страны провели у нас в Бобруйске Когда старт? А также международные наблюдатели Транспортный коллапс и союзная решимость Совместное белорусско-российское учение перешло в активную фазу Кадровый четверг Президент согласовал новых заместителей министра в МИД и послов в Беларуси Сергей Алиник теперь первый заместитель министра иностранных дел Должности замов с этого дня займут Юрий Амбразевич и Игорь Назарук Что касается дипломатической миссии Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Венгрии А также по совместительству в Боснии, Герцеговине и Хорватии Станет Владимир Улахович В Грузии наши интересы будет представлять Анаторий Лис Во Вьетнаме Владимир Боровиков Новые лица и в министерском корпусе Главой Минсельхозпрода стал Игорь Брыло Министром образования назначен Андрей Иванец По министру образования Грубо говоря, пачками вносили предложение Пока наконец-то, наверное, и глава администрации Почувствовал, что это уже предел, сколько можно Ну и мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане Ну говорят, молодой-молодой Я почти в таком возрасте стал президентом Что значит молодой? Время сейчас такое Спрессовано, бегать надо Ну и вот этот сплав опыта и молодых ребят Им же завтра страну принимать Им же завтра руководить страной И отвечать за все эти процессы Поэтому к 40 годам нормально, министр Хотя министерство, как и министерство сельского хозяйства Очень даже непростое Усиление произошло и по линии Совбеза Первый заместитель госсекретаря Павел Муравейко Президент также дал согласие на назначение Олега Житкова председателем концерна Белгоспищепром Гендиректором столичного телевидения стал Александр Осенко Директор Бобруйска Громаша Надежда Лазаревич Теперь будет трудиться на посту заместителя председателя Мингорысполкома Настоящие герои среди нас Бобруйский сотрудник МЧС получил сразу две престижные награды Владимир Ерохин спас девушку от насильника Хронологию событий восстановила Татьяна Горбач Владимир Ерохин, как ни в чем не бывало, проверяет машину и оборудование Мало кто знает, три месяца назад он спас девушку от насильника Инцидент произошел в Гомеле Тогда боец учился в университете гражданской защиты МЧС В семь утра заступал в наряд Услышал крики о помощи Как о чем-то обыденном, рассказывает Побежал на шум, увидел женщину в слезах Так кричала и отбивалась Девушка была в истерике Говорила парню, отстань от меня Ну и я вступился за нее Встал между ними Я думал, нужно что-то делать Как-то выходить из ситуации Завалил преступника Там уже подбежали наши ребята Все, мы его окружили и я ушел Злоумышленника задержали Им оказался 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за хулиганство и аналогичное преступление Ну а наш герой получил заслуженные награды Две медали 100 лет милиции Беларуси и за отличие в охране общественного порядка Вторую из рук министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского Владимир Ирохин устроился к нам на должность водителя в 2021 году и сразу зарекомендовал себя с положительной стороны Грамотный, инициативный работник, грамотно действует при ликвидации и тушении пожаров Ответственный, пользуется уважением в коллективе И очень отрадно, что наши ряды пополнились еще одним достойным сотрудником Пожарный караум почти семья, в которую каждый приходит своей дорогой За плечами 24-летнего огнеборца Горецкая академия Учился на зооинженера, а сразу после армии принял решение стать спасателем И не пожалел На ЧП Владимир Ирохин, связующее звено между машиной, цистерной с водой и бойцами Водитель не просто находится за рулем От него зависит, насколько оперативно боевой расчет приедет к месту ЧП На счету каждая секунда, плюс нужно продумать возможные варианты подъезда И обеспечить бесперебойную подачу воды или пены На вопрос, страшно ли рисковать жизнью и вступить в схватку с преступником Молодой человек лишь пожимает плечами и отмечает Сотрудники МЧС изо дня в день выносят людей из самого пекла А здесь, говорит, обычная ситуация Девушка попросила о помощи, как не откликнуться Глядя на таких настоящих мужчин, понимаешь Спасатель – это не просто работа, а призвание и образ жизни Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Отечественные санатории, совместные учения и цена золота Белорусские чемпионы и призеры Олимпиады 2022 Помогут детским спортивным учреждениям Как? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре На референдум по Конституции аккредитованной 77 международных наблюдателей 43 представляют миссию от СНГ Также по два человека направлены от Центра избиркомов Армении, России и Таджикистана Досрочное голосование, напомним, начнется 22 февраля Основное пройдет 27 числа На границе Беларуси и ЕС стоят порядка 5000 фур Самым проблемным, несмотря на возобновление работы таможенных систем, остается выезд в Литву Там скопилось около 3000 большегрузов Сложившаяся ситуация грозит коллапсом бизнесу, который занимается поставками товаров Без особых задержек грузовой транспорт оформляет только латвийская сторона Совместное белорусско-российское учение перешло в активную фазу В страну прибыли российские военные с Дальнего Востока Площадками для союзной решимости стали 5 полигонов и 4 аэродрома Маневры сугубо оборонительны и не несут никакой угрозы для соседей Это неоднократно подчеркивали Минск и Москва Беларусь нарастила экспорт медуслуг За год плюс 20% В итоге показатель 2021 превысил 40 миллионов долларов География 140 государств Чаще других у нас проходит обследование и лечение гражданей России, Украины, Казахстана, Израиля и стран ЕС Также от COVID-19 в нашей республике привелись свыше 2500 иностранцев Белорусские чемпионы и призеры Олимпиады 2022 поддержат детей Каждый выберет специализированное учреждение, а президентский спортивный клуб окажет безвозмездную финансовую помощь Сумма традиционно будет зависеть напрямую от пробы медали 25 тысяч рублей за золото, за второе место 20 и 15 за бронзовую награду Глыбы из-за льда В Бобруйске на временные полигоны ежедневно сгружают свыше 400 кубометров снега Для его складирования предусмотрены три территории В Киселевичах, на Энергетиков и в районе поселка Титовка Ольга Васенда знает, ждать ли осадки весной Нынешняя зима удивляла белорусов погодными качелями Совсем недавно на страну обрушился циклон Эльза От ветра пострадали машины, здания и даже люди Следом пришла метель, хоть и не такая сильная, как в прошлом году Однако, только за январь в республике выпало 69 мм осадков Дорожная служба круглосуточно работала в усиленном режиме Для уборки снега задействовали спецтехнику Особенно сильная снегом завалила именно Могилевскую область 83 мм осадков Это в два раза превышает климатическую норму Сейчас погода больше напоминает весну На градуснике 4 выше нуля Между тем работу никто не отменял На временной площадке складирования снега в районе поселка Титовка Трудятся специалисты Осадки сюда свозят с улиц, парковок, подмостков, остановок и автозаправок Места выбраны не случайно Здесь оптимальный рельеф и отсутствие залегающих грунтовых вод Важный аспект – удаленность от жилой зоны По завершению зимнего периода на данной площадке должна быть проведена уборка всех отходов Затем должно быть проведено измерение проб почвы с целью выявления возможного загрязнения земли И в случае наличия такого загрязнения должна быть осуществлена рекультивация нарушенного участка земель Помимо этой используют еще две площадки – в Киселевичах и на энергетиков Их утвердил горосполком На последние большегрузы ежедневно сгружают порядка 400 кубометров снега Территория не просто голый пустырь Объект находится под круглосуточной охраной Это исключает, например, разгрузку мусора или песка Синоптики говорят, зима свое еще наверстает Снег, если верить прогнозам, ожидается аж до конца марта Это значит, что небольшие горы на пустырях могут значительно увеличиться в объемах Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Температурные контрасты влияют и на ситуацию на водоемах Из-за перепадов с минуса на плюс лед становится менее прочным и неоднородным Пока толщина относительно безопасная – порядка 15 сантиметров Между тем МЧС напоминает – картина может резко измениться Рыбакам не советуют выходить на покрытие в одиночку Важно при этом соблюдать дистанцию в 5-6 метров Не делать много лунок, а также иметь при себе спасательный жилет Легкой воды и быстрых секунд Бобруйская команда инвопловцов привезла с чемпионата страны 44 медали По традиции спортсмены сражались за награды на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров разными стилями Борьба развернулась нешуточная Вместе с белорусами в чемпионате состязались представители Молдовы, Турции и Азербайджана Разыгрывалось 172 медали, на кону выход в национальную сборную, а далее и на состязание мирового уровня Выше всяких похвал выступили бобруйчане, все воспитанники Родиона Синицына Мультипризерами стали Кристина Ещик, у нее 4 дистанции покорились с первым местом Анастасия Мясникова, 3 дистанции с первым результатом она взяла Очень неплохо выступил Ваня Мурадов Своим результатом мы приковали к себе внимание и добились того, чтобы Кубок Республики Беларусь впервые в истории страны провели у нас в Бобруйске, в нашем бассейне 23-24 апреля Всего бобруйчане завоевали 28 золотых медалей, 10 серебряных, 6 бронзовых А в переменный состав национальной сборной вошли Кристина Ещик и Анастасия Мясникова Тренировки юных пловцов продолжаются Это не только спортивные достижения, но и путь особенных детей к здоровью и самореализации Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»